Данила Читая предыдущие три главы, мы видим, что Данил представляется как могущественный, сильный, непобедимый царь. Ничто не должно его одолеть. На его стороне халдеи, мудрецы, гадатели, на его стороне Бог Вавилонский, который ведет его победоносную армию. Все говорит о его могуществе. Но четвертая глава – это трагедия, это драма в личной жизни, в личном здоровье самого Навуходоносора. Мы видим Бога, который прикасается лично к упертому сердцу Навуходоносора. Начинается глава у нас опять со сна. Когда пришли тайноведцы, обаятели, гадатели, халдеи, и я рассказал им сон, но они не смогли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, которому по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога ему рассказал я сон. Валтасар – глава мудрецов. Почему Навуходоносор не зовет Валтасара первым? Почему он глава мудрецов, но идет последним? Почему снова повторяется прошлое, и он опять, как во второй главе, зовет тайноведцев, гадателей? В чем причина? Это обычный фактор, который и в нашей жизни повторяется постоянно. Богу приходится нам уроки преподавать неоднократно, одни и те же. Нельзя представить себе, что он так быстро менялся, как человек. И это говорит в пользу реальности повествования. Человек по природе своей в таких вопросах всегда очень консервативен. И он использует те привычные инструменты и те привычные возможности, которые он сам и установил. Пока не упрется в стенку, что опять ему нужен Бог. Тот, который выше, чем все его обстоятельства, все его возможности. Показывается человеческая природа. Умом он понимает, где правда, да? Потому что он говорит, Валтасар, в сердце которого живет дух Бога живого. Он понимает, что именно от Данила он сможет услышать ответ. Но до последнего момента он полагается еще на свои старые традиции, на старые схемы, обращается к старым мудрецам. К тем, которые, по идее, разочаровали его изначально. Но все равно обращается к ним. Такая природа человека. Мы видим, что, в отличие от второй главы, здесь Навуходоносор помнит свой сон. Вторая глава, он не помнит сон, и Данил должен был ему напомнить. А здесь он помнит этот сон, и этот сон он передает уже Даниилу. «Я знаю, что в тебе дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Интересно в этой главе то, что Навуходоносор подчеркнуто называет Данила Валтасаром. Хотя во второй главе вот этой подчеркнутости нет. Почему? – Ну, бесспорно, что он придержится своих установок как царь. Он последовательный. Раз он издает какое-то повеление, он его придерживается. Придерживается, потому что такой стиль его руководства и особенность его характера. Тут ничего удивительного нет. Другое дело, что мы видим мудрецов один раз, он им не рассказывает сон, и они бессильны. А здесь он рассказывает сон, и они опять бессильны. И что интересно, что у него нет реакции на это, такой, чтобы угрожать им. – Если тогда он угрожал смертью, то здесь мы видим, это проходит спокойно. – Возможно, происходит в нем, здесь показано, что в нем в личности происходят какие-то подвижки в сторону здравого такого поведения, можно сказать, даже милосердного отношения к этим людям. – То есть влияние Бога Данила все-таки оказывает на него то необходимое влияние? – Бесспорно. Бог бы никогда не работал над луходоносором, если это был бы непригодный материал, то есть не поддающийся… – Отвергающий окончательно. – Да. – Мы видим сон. «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигла до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листь его прекрасные, и плодов на нем множество, и пищеный на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и ветвь его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот мне шел с небес бодрствующий и святой. «Воскликнул громко. Он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него, и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него, и птицы святей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в вузах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и даст ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает ему кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь, Навуходоносор, а ты, Валтосар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить это значение, и ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Что смутило здесь Навуходоносора? Что растревожило его настолько? Он увидит сначала очень такую красивую, жизнеутверждающую картину, дерево, роскошная листва, множество плодов, и обычно любой из нас воспринял бы это сон как нечто такое хорошее, позитивное в жизни. И потом вдруг он видит его срубленным, и в медных оковах находится. Медные оковы — это цепи? Да. Потом мы видим, сон трансформируется из дерева, он говорит, и будет дано ему, это уже он понял, что относится к нему, заберется сердце человеческое и дастся сердце звериное. Да. И здесь вот впервые упоминается, семь времен будет дано ему. Наверное, нас готовят к следующим главам, где будут стоять вопросы о временах, чтобы мы понимали, к чему это будет относиться. Разумно. Он просит, чтобы Даниил истолковал ему сон. Мы видим, что Даниил колеблется, и причем очень продолжительное время. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении. Около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Так. То есть мы видим, что Даниил понял значение сна, и эти значения сна потрясли его. Я говорю, что это тоже говорит о реальности описанной картины. Даниил выступает не как Геракл, который ничего не боится, все решает тут же и все. Нет. Даниилу, как и каждому из нас, свойственно и чувство смущения, и чувство какого-то замешательства, потому что это человек. И здесь очень реально подана эта картина. Действительно, он около часа пробыл в изумлении. То есть человеку нужно внутренне скрепиться, чтобы почувствовать уверенность в том, что надо действовать в этом случае. А можно ли сказать, что он боялся реакции царя на то значение сна, которое он скажет? Ведь неизвестно, какой он деспот, как он себя поведет, если в предыдущих он хотел уничтожить всех мудрецов. Как царь отреагирует на вот это истолкование? Я думаю, тут не столько такой физический страх перед науходоносором, сколько и внутреннее уважение к этому человеку, и чувство сострадания к нему, с одной стороны. И с другой стороны, конечно, и опасность. Потому что, ну, кто из нас будет так спокойно и говорить высокопоставленному человеку, что его ожидает беда? Мы с радостью повествуем обычно что-то хорошее, если его ожидает. А если вот такие вот проблемы выдвигать перед ним, то это надо иметь внутреннюю моральную силу и уверенность, что это от Бога идет. Мы видим, что науходоносор его поддерживает, подбадривает, чтобы он отважился и все-таки сказал значение сна. Царь начал говорить, он увидев замешательство Даниила, увидел его переживания. Царь начал говорить и сказал, Валтасарь, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал, господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Это как-то по-сому открывает нам Даниила. Он смотрит на уходоносора не как на деспота только. Да. В данном случае он еще и высказывает свое уважение к нему и даже личную симпатию. И это не лицемерно. Это так и было. Но уходоносор в некотором смысле интересная личность. Личность, с которой мы говорили, работает Бог. Это личность, способная чувствовать и справедливость. И вместе с тем имеет колоссальное влияние на судьбы того времени. Поэтому Бог ни в коем случае никакая фальшь не должна быть во взаимоотношениях между пророком Божьим и вот этим человеком на уходоносором. Здесь, наверное, в примере Даниила можно найти урок для современного христианства, который живет в окружении Вавилона. Потому что несмотря на несовершенство людей, которые окружают нас, пример Даниила показывает, что христиане, они должны оказывать сострадание, должны оказывать поддержку, переживание, плакать с плачущими, радоваться с радующимися. — Точно, точно. Мы не должны быть такими ригористами. Вот только так или не иначе. Потому что я верующий, а ты не верующий. — У меня истина, а у тебя не истина. — У тебя не истина. Мы, во-первых, говорим с человеком. И мы не знаем, как Бог будет еще работать с этим человеком. Поэтому человеческий фактор остается на месте, и он должен быть и корректным, с одной стороны, и сочувственным. Даже если мы говорим с людьми, которые имеют другую точку зрения, имеют даже противоположную, враждебную к нам точку зрения. В первую очередь, видеть надо человека. — Интересен тот факт, что Новохладоносор уважает Даниила, мы здесь видим. Он несколько раз подчеркивает, в тебе живет Дух Бога Живого. То есть мы видим жизнь Даниила, вот эта безупречная, настолько богобоязненная и принципиальная, настолько расположилась в сердце жестокого царя, что он расположился доверием и уважением к религии и вере Даниила. — Это, несомненно, это хорошее замечание с вашей стороны. Я ничего не могу добавить. Мы видим сон, как Данил истолковывает сон. Дерево, которое ты видел, которое было большее и крепкое, высотой своей достигло до небес. И, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, пропитанные для всех, которые обитали звери полевые и в ветвях, которые гнездились птицы небесные. Это ты, царь. То есть он явно показывает, что дерево, которое ты увидел во сне, это ты. — Это ты. — Это величественное дерево, которое вокруг собрал множество народов. Не показывает ли он, что это был план Божий, чтобы ты, как дерево, мог собрать под свои ветви множество, множество, множество народов, что это была воля Бога, вот начинается с позитивного такого момента. Да, и замысл Божий был через Нового Ходоносора и проводить Божьи планы. Вот если бы он был более податлив к Господу, вот, то Бог намного больше бы сделал через этого правителя. Да и вообще через любого государственного деятеля и современного Бог мог бы сделать много, если бы сердце этого человека было чутким по отношению к Слову Божию, к воле Божией. Вот это вызов каждому современному государственному деятелю, вот, в этих словах. — А нет ли здесь парадокса для вот еврейского понимания, что Бог использует языческого царя для воплощения своей воли? Не парадокс ли здесь и не открывает ли этот парадокс Даниил через этот сон? А вы знаете, какие жалкие цари в то время были в Иерусалиме, еврейские цари, которые считались представителями истинной религии? Это и Ехония, и Седекия, современники Нового Ходоносора. Это жалкие личности, личности, которые, хотя формально принадлежали к истинной религии, а в душе они мельчили очень часто и нарушали обеты, нарушали обещания, данные тому же Нового Ходоносора. Даже клятва, преступность проявилась в Седеке, последнем еврейском царе. Так что, действительно, Бог работает с каждым человеком и с любым правителем, если его сердце будет доступно в влиянии Духа Святого. Наверное, для евреев того времени было открытие, что Бог работает не только над избранным народом, не только над определенной территорией Палестиной, а Бог, Он Бог действительно всей земли, и Он влияет и оказывает влияние на огромную территорию, на весь мир, и в том числе на всех людей, на разных людей, вне зависимости от их понимания Божьей воли, примерно у Ходоносора, в частности. Да, это расширяет наше представление о воле Божией. «Это Ты, Царь, величайший, величившийся и укрепившийся, и величие Твое возросло и достигло до небес, и власть Твоя до краев земли. А что Царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною с полевыми зверями, пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». Вот значение этого Царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет Господина Моего Царя. «Тебя отлучат от людей, и обитание Твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить Тебя, как вола, а росою небесной Ты будешь орошаем, и с семь времен пройдут над Тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над Царством Человеческим и дает ему, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что Царство Твое останется при Тебе, когда Ты познаешь власть небесную. «Посему Царь да будет благоугоден Тебе совет мой». Итак, мы видим, что Данил истолковывает сон и говорит, что сон связан именно с Навуходоносором и говорит о бедствии, которые коснется его. Что-то произойдет с организмом самого Царя, какое-то бедствие, какая-то болезнь должна его постигнуть. Что означает «семь времен»? Вот для читателя современного эта терминология непонятна. «Семь времен». Навуходоносор понимал, что означает «семь времен»? Я думаю, да. В этой книге Даниила время в прямом смысле указывает год. Год. Да. Вот. Времен – это множественная форма этого выражения. Поэтому «семь времен» – это конкретно «семь лифт». То есть Навуходоносор получил предупреждение от Бога, что за то, что ты, мы с вами видим, за то, что ты не познал, что все вышние владычествуют, за то, что ты не познал, что Бог царь царей, а не ты царь царей, и не воздал Богу славу, Бог говорит, будет наказание в течение семи лет, тебя постигнет определенная беда. Мы видим совет, который дает Даниил. «Посему царь да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои, правду и беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». То есть это не окончательное уже было решение Господа, можно было как-то изменить его? Условное пророчество в отношении этой личности. То есть Бог оставляет за ним шанс. Условно в том, что человек может изменить. Да. Здесь нет детерминизма или предопределения. Вот все тебе на роду написано, быть с тобой. Нет. Нет. Библия и Бог действуют в данном случае с возможностью, что человек покается. И Господь оставляет за человеком шанс покаяться. Вот это по-другому не может быть. На личностном уровне, а разговор идет о личности, о ее будущем, за личностью оставляется право выбора. Туда и сюда. И так и с каждым из нас. В отличие от Навуходоносора, мы видим, Бог здесь представлен, царь царей, милосердным. Если Навуходоносор не давал право выбора тому же Даниилу, уходить в Вавилон или не уходить, а диктатурой забрал и отвел, то мы здесь видим Бога, который не похож на царя царей земного. Навуходоносор себе называет царем царей. Мы видим, который дает право выбора. Да. Он оставляет запас свободы за каждым человеком. И это именно одна из самых характерных форм межличностных отношений между Богом и человеком. Бог – высшая личность вселенной, человек по подобию тоже личности. Межличностные отношения правильно могут строиться только тогда, когда есть элемент свободы между ними. Так что между Богом и человеком тоже есть. Бог приемлет только такие отношения. Да. Отношения свободы. Да. Не раб, а отношения свободы. Мы видим, что Навуходоносор, к сожалению, не внял совету Даниила. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев расхаживания по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил. «Я в доме царствую силою моего могущества, силою моего могущества и в славу моего величия. Еще речь себя была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорит царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобой, доколе познай, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает кому хочет». Показана проблема, пока не познаешь. Что случилось с Навуходоносором? Что за болезнь? Есть какие-то предположения у исследователей? Да, бесспорно. Это, в общем-то, и не секрет, что есть и такая форма болезни. Дальше что с ним произошло? Что он почувствовал себя, что он волк. Это была картина потрясающая в этот момент. Представьте себе, царедворцы стоят вокруг. Это умственное заболевание? Да, я потом прочитаю в моей книге об этом, есть маленькое объяснение. И представьте себе, что царь вдруг становится на четвереньке и побежал с мечанием в свой сад. Величественный царь. Да, да. Монарх, перед которым все трепетали. Шок у всех окружающих. Что творится? Что случилось? Между тем, такая форма заболевания есть. И вот она называется так «боантропия». Вот греческое слово «бо» – «вол» – «человек». Антропос – «хантропос» – это «человек». Когда человек представляет, в обоих случаях больными имитируются повадки соответствующих животных. Есть такие формы заболевания. Человеку кажется, что он волк. Какое-то время или ему кажется, что он волк. Ликоантропия. То есть мы видим, как Бог низвергает. Показывает свое могущество. Показывает, кто по-настоящему руководит историей. Кто владеет судьбами людей. Наверное, Навуходоносор замахнулся в своей гордости на что-то больше, чем просто сказал, что я построил этот величественный Вавилон. Да, интересно, что действительно было с точки зрения человеческих чем похвалиться. Сегодня в Перганском музее в Берлине есть реконструкция дороги Эштар. Это главная парадная дорога Вавилона. В 1900 году Кальдивей, известный археолог, раскопки делал в Вавилоне. И вывез вот эту дорогу, и она сегодня в этом Пергамском музее в Берлине. Реконструкция этой дороги. Это действительно потрясающая картина, даже для современного человека. Интересно, что на каждой плите мощеной дороги, снизу, была надпись Навуходоносора, что это сделал Навуходоносор, посвятил ее богине Иштар, «Одари меня вечной жизнью». Вот так вот. В данном случае это описание реально подтверждает… Исторический факт, да? Да, да, да. Какой урок можно сделать для современного человека о том, что произошло с Навуходоносором? Почему Бог записал эту историю? Он что-то хотел, наверное, нам передать. Ну, разумеется. Дело в том, что Бог работает с личностью. В данной главе нет исторической перспективы человечества, как это было во второй главе. То есть это пророчество, которое не касается времен народов, это касается лично Навуходоносора. Да. Все это произошло с царем, написано. Вот. Все дерево указывало на царя. Это ты. Если там голова указывала на его царство, то здесь все видение относится персонально к личности Навуходоносора. И не нужно здесь искать какие-то периоды, как некоторые и делают, чуть ли не семь периодов и так дальше. Это уже, конечно, натяжки и не соответствует методу библейского исследования. Прямо ясно здесь говорится, что это относится к личности, к годам. И опыт, завершенный здесь, показывает, что через семь лет произошло с ним. Мы видим, что здесь, наверное, урок для современного человека, что гордыня, которой есть вражда против Бога, рано или поздно она будет наказана. Что невозможно христианину, который лелеет себе это подобное чувство, возвеличивание своего «я», своих ценностей или своих достижений, и забывая от Бога. То есть идолопоклонство здесь показано как гордыня. Вот. Что рано или поздно приведет человек к краху. Мы видим… Да, гордыня всегда связана с насилием над другим человеком. Мы видим завершение. Превышение своего статуса человека. Почему гордость предшествует падению, священное Писание говорит. И еще, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Потому что гордыня нарушает взаимоотношения с Богом устроенной, что все люди, в общем-то, имеют одинаковое достоинство. А если «я» – все, а вот там бедные страдают, то ясно, что эта система порочная, и она будет низвернута Богом. Это антимир. Бог не так строит свои отношения. И Царство Божие построено на взаимном уважении, на любви друг к другу, на признании равного достоинства всех горений. Наверное, здесь нас Бог готовит к пятой главе, показывая, почему все-таки Вавилон падет. Потому что во главе стояла гордыня. Глава заканчивается очень позитивно. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилась ко мне становитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвеличилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Мы видим Навуходоносора, который признал величие Бога и подчинился Ему. Благодарим, Ростислав Николаевич, за эту удивительную беседу. Нам было очень приятно провести с вами время. Благодарим наших телезрителей. Пусть Господь вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok